2020 год объявлен в Эстонии годом цифровой культуры, а еще в конце прошлого года обжаловали решение Таллинского административного суда по поводу так называемой платы за пустую кассету, то есть по делу о копировании и использовании музыкальных произведений. По мнению творческих союзов была допущена грубая ошибка в расчете компенсации, а также не были учтены многие цифровые и дигитальные устройства. Разберемся в теме подробнее. У нас в гостях исполнительный директор общества авторов Эстонии Калев Ратус. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну как вы, ребята? Вы отлично выглядите. Спасибо. Спасибо. И бодрые уже такие утро, рано. Обычно я в это время в спортзале постараюсь как-то стать свежим и после этого только чувствую, что готов к труде и обороне. Но так как были тут большие праздники и часу православных рождество, но как без подарков. И я вам принес продукции эстонского общества авторов, самые лучшие хиты эстонской музыки из 50-х, 60-х, 70-х исполнений всего мира известного гитариста Францис Гоя. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вот, собственно, таким образом мы можем и к теме нашего разговора подойти ближе. Если я, взяв этот диск, захочу его переписать и подарить кому-то из своих знакомых копию. И это все очень нормально и все законно. Я постараюсь объяснить простым языком, как это вообще, откуда идет это частное копирование, такое выражение и что это на самом деле значит. Это значит то, что у авторов есть все права на свои произведения. Одно из этих прав это делать копии из музыкальных произведений, из кинофильмов, например, визуальных произведений и так далее. И как государство может, как сказать, делать такие, как сказать, правила, что никто не записал, например, музыку, если эта музыка уже находится в руках людей. Но это практически невозможно. Поэтому надо найти какой-то механизм, что если у этого автора, например, который писал, скажем, эти песни на этом пластинке, был бы возможность, несмотря на то, что он не может контролировать физически, что они делали копии, как это компенсировать этим авторам. И поэтому выдуманы такую вещь, и это не только в эстонском законе, но и в европейском директиве, информационное общество, что да, всем дает право копировать, но надо найти механизм, как скомпенсировать. И эта компенсация идет от государства уже? Нет, это по-другому. Это может быть от государства, в принципе. И сейчас, по-моему, это только в Финляндии. Так что государство платит компенсацию. А в других странах, как в Эстонии? А в нормальных странах, как и в Эстонии до сих пор было, и до сих пор есть, то, что производители, носители, то есть, ну, чем можно копировать? То есть, кто непосредственно этот диск сделал, да? Нет, нет, нет. Те, которые делают пустые, без записи, например, пластинки. Ну, я имею в виду, да. Да, да, да. И в Эстонии тех, которые, как сказать, их делают, как фабрики, таких сейчас нет. А есть те, которые импортируют. И вот эти импортеры, ну, и, в принципе, которые изготавливают эти средства для копирования, они должны платить определенную сумму из цены импортного товара, который они возят в страну. И у нас это в законе положено так, что с чем можно копировать? Это 3% от импортного цены. И на что? Это 8%. И вот на основе этих процентов и основной наш иск против государства... А в чем была ошибка? Ошибка в том, что это уже пошло в прошлом судебном деле через все инстанции и даже до, как сказать, Верховного суда, что государство тем, что он не смодернизировал этот список этих, как сказать, носителей... Носителей. Носителей. То есть, поэтому у нас до сих пор говорят о пустой кассете. Хотя кассетами уже давно никто не пользуется. Но это же чушь, но в наши дни. Потому что этот список в оригинальном виде исходит уже с 96-го года. Но если все помнят, что было у нас в 96-м году, на что записать... Флоппи-диски были у нас в 96-м году, а сейчас у нас есть флешки, да. Сейчас молодым говоришь, ВХС, например, они вообще не понимают. Или магнитная кассета, это что? Ну окей, кассета сейчас опять стала как-то модной, но это все-таки очень нишевый товар. И вот в том-то и дело, что этот список не был вознаблен государством. И наш Верховный суд уже в прошлом, как сказать, судебный дел нашел, что вот в том-то и состоит вина нашего государства. Что если список был бы обновлен, был бы нормальный, тогда авторы, исполители и продюсеры фонограмм и фильмов могли получить компенсацию. За то, что их записывает. Со стороны кажется, что обновить этот список не так сложно. Почему нужно столько проходить судебных инстанций, почему государство его не меняет? Да, очень просто. Потому что и уже министры культуры, которые годы назад уже, не знаю, четыре правительства назад уже делали, как сказать. Обновленный список уже составили. Абсолютно. Но если это попало на стол премьер-министра, он просто это поставил в мусорный ящик и ничего не случилось. И поэтому, как я сказал, эти правовладельцы, которых мы тут говорим, три группы, то есть авторы, исполнители и продюсеры фонограмм, они, как сказать, теряли за эти годы десятки миллионов евро, если сейчас смотреть на эти суммы. То есть это вот те цифры, которые у нас имеют, средняя компенсация за копирование частными лицами, полученная в странах-членах ЕС в 2015 году, составила евро 42 цента на человека, а в Эстонии за последние годы это было на уровне ноль евро. То есть получается, вот если я, получив от вас в подарок тот же самый диск, его копирую, раздаю своим знакомым, я ничего за это не плачу, но согласно установленной государством системе, то, соответственно, авторы этой музыки, те, кто ее исполнял, они должны что-то получать. И у нас просто такой системы нет. Так и есть эта система. И, конечно, сейчас говорят люди, что ну какая там копирование, сейчас все идет уже, как сказать, ну, без копирования. Ты можешь идти куда-то там на сеть, там найти, сразу на стриминг идти, но это неправильно, потому что Эстония тут у нас на самом деле не делает такого, как сказать, изучения, как люди записывают. Но это в других странах это делается, и почти каждый год. И, например, я как раз получил новые данные насчет года 2018-го. Например, за музыку все общества в Европе собирали 258 миллионов евро. За музыку только. За аудиториальное произведение еще 85 миллионов евро. Значит, все-таки копируется. И не так, что все на стриминге сидят. И очень, ну, спорный вопрос. А как насчет, например, этих смартфонов, мобильных телефонов? Ну, тут примеры далеко не надо даже найти. Идите на какие-то концерты, смотрите, что люди делают. Все снимают. Снимают. И пойдем, это идет на Фейсбук или на Ютуб. Абсолютно очевидно. Потому что сейчас, например, ну, если мы в театре, там говорят, что нельзя записывать без разрешения. В кино обычно говорят тоже нельзя записывать. А на концертах уже никто это не говорит, потому что все уже знают. Все равно люди будут снимать и использовать это. И просто нужно это компенсировать. Исполнительный директор общества авторов Эстонии Калифратус был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.